Центр сортировки алмазов Алроса четвертый год подряд становится победителем трудовых соревнований среди подразделений своего профиля. Как оценивается результативность предприятия, чем сегодня занимается коллектив и что позволило ему стать победителем в очередной раз, расскажет Наталья Николаева. На вопрос, в чем секрет успеха подразделения, директор Олег Попов скромно улыбается. У предприятия своя специфика, выполнение плановых показателей и другие критерии оценки для Центра сортировки алмазов неприемлемы. Фактически ЦСА промежуточное звено между добычей и реализацией драгоценных камней. Сюда поступают алмазы, добытые разными способами. Все, что извлекает из недр земли Алроса, непременно попадет сюда. До создания нашего предприятия процесса сортировки алмазов в компании вообще на северной площадке вообще не происходило. И мы сдавали алмазы вообще по одной средней цене, без оценки. И в связи с тем, что было создано наше предприятие, уже стали оценить алмазы и отправляли алмазы уже по своей цене, согласно прескурантам Минфина. Процесс сортировки сложен. В нем используется как ручной труд, так и автоматика. По сути, это и есть два секрета успеха коллектива. Для сортировки алмазов в 2014 коллектив получил новый аппарат. Разработанный специалистами алмаз-автоматики, он позволил повысить производительность. Если предыдущим моделям для классификации одного камня требовалось порядка 3-4 секунд, то современному устройству для этого достаточно около полутора. Эти аппараты быстрее работают, надежнее работают, качественнее, и они универсальны. То есть путем простых манипуляций аппарат можно перестроить под любой размер, который может загружаться в этот аппарат. Алмазы поступают сюда, сюда выкрохотов. Они засыпаются в так называемый приемный бункер, проходит по вибропитателю, распределяется в такую линейку и поочередно взвешиваются на весах. Потом автоматически обрабатывается результат взвешивания, и алмаз попадает именно в ту копилку, куда требуется. Но и без ручного труда здесь не обойтись. Это второй секрет успеха. По-прежнему умение человека различать тысячи оттенков, разнообразие форм и дефектов, техника еще не способна. Двух одинаковых алмазов в природе не существует. Над каждым нужна индивидуальная работа. Особенно это касается их оценки. Конечно, в единой с бытовой организацией в Москве, куда все эти камни попадут из центра сортировки алмазов, их проверят еще раз. Но разница в оценке будет крайне мала. Технология ИСО и ЦСА различается, потому что пробы берутся немножко по разной методике. Но в целом у нас оценки совпадают. По 2013 году порядка 1% была разница между оценкой ИСО и ИСО. Прежде чем стать ювелирным украшением, этим камням пришлось пройти через профессиональные руки геологов, добытчиков, обогатителей и специалистов центра сортировки алмазов. Далее их ждут в единой с бытовой организацией и только потом они попадут в руки огранщиков. После чего их стоимость взлетит в разы. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, Роман Ларин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».